Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балком. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И сегодня, в понедельник, мы встречаемся с Гуной Зареней. Как представить этого человека нашу гостью, я на самом деле не знаю. Мы говорили перед эфиром о том, что Гуна – ведьма. Это человек, который настолько может перевоплотиться, изменить свое естество, что узнать ее невозможно на улице. И об этом говорю не только я в своих фантазиях, но и целый ряд журналистов, которые описывают деятельности актрисы Нового Рижского театра. И Гуна, большое спасибо, что ты нашла время в своем графике. Я знаю, что понедельники – это те дни, когда актеры могут хоть чуть-чуть отдохнуть от своей нагрузки, попытаться расслабиться и забыть о сцене. И тут, получается, тебе опять придется говорить сегодня о своем сценическом искусстве, своих ролях. Уважаемые радиослушатели, я хотел бы сказать, что именно сегодня мы с нетерпением ждем ваших звонков, потому что Гуна является, по моему мнению, формулой нашей программы. Через язык искусства она наводит мосты между различными этническими группами или памятийными общинами, потому что роли Гуны происходят и на сцене Рижского театра русской драмы. И этот театр открыл для зрителей и античную драму. Сейчас на сцене этого театра проходит постановка режиссера наставшего Медея по пьесе Юри Пида. И Гуна исполняет там столь любимую мной роль колдуньи, ведьмы, несчастной женщины, покинутой женщины Медеи. Поэтому мы приглашаем вас к разговору, к диалогу с нашей гостью по телефону прямого эфира. 6-7-2-1-2-9-3-9 и 6-7-2-1-3-9-3-9. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Наша сегодняшняя беседа с точки зрения технической поддержки, возможно, благодаря моему коллеге-звукорежиссеру Родиону Золотареву. Гуна, читая подборку материалов о тебе, о твоих ролях, о твоем творчестве, я нашел несколько интересных сравнений. Тебя сравнивают с хамелеоном, с тем существом, которое может сливаться с окружающей средой, и на улице тебя невозможно распознать. Другие фрагменты, например, говоря о твоей роли Медея, трагический образ и образ, который находится над жизнью или уже покидающий жизнь. Или же, например, абсолютная актриса. Именно поэтому задам, возможно, наиболее банальный вопрос. Вопрос актриса, человек, который постоянно вбирает в себя новые образы. Каким образом ты обрабатываешь те содержания, тот текст, те мотивы, произведения, которые входят в твою жизнь? Потому что, согласно не очень точной статистике, в театре у тебя более 100 ролей, и достаточно интенсивная жизнь и в кино. Я понял, что киноролей более 10, мы сейчас обсуждали эту тему перед началом эфира. Поэтому тебе получается присутствовать и находиться постоянно в потоке других содержаний, чужих текстов. Чужие они становятся твоими. Каким образом эти тексты входят в твою жизнь? Добрый вечер. Во-первых, это не только о текстах, потому что многие спектакли и также кинороли у меня были, где не очень много текста. Это не про текст. Но как я выбираю их в себя? Я как раз недавно думала о том, что мне намного интереснее не их вбирать в себя, а себя переложить на этих других, на эти образы. Потому что насколько вообще я могу сама по себе быть интересной. Интересно. И вообще я не настолько высокомерна, чтобы думать, что я могу быть сама собой интересна зрителю. И мне как раз, по-моему, может быть, поэтому я в этой профессии в какой-то мере, чтобы на самом деле, понятно, не изначально. Изначально я совершенно по другим причинам попала в эту профессию. Но всё равно мне интересно убежать, убегать от себя, изменять себе, уходить в какие-то другие пространства. Почему у тебя появляется желание сбежать от самой себя? На днях как раз-таки я читала интервью с Изабеллой Юпер. И поэтому она уже это сказала, поэтому мне приходится просто повторять то, что говорит она. Она говорит, что я в этой профессии, чтобы как-то смириться со своими демонами. Я не уверена, что не буду хвастаться, что у меня очень много демонов. Но я думаю, я была бы глубоко несчастна, если бы я не могла всё-таки сжить эти многие жизни. Если мне пришлось бы смириться только с моей личной жизнью, в которой всё более-менее, но всё равно это всё-таки очень ограниченное пространство. Да. Мне интересно гулять по эпохам, по разным, кстати, и по разным полам. Я играла и мальчиков, и буду играть. То есть по разным возрастам. Мне так интересно. И если ещё это более-менее иногда получается, и кому-то нужно, то мне очень повезло. Говоря о демонах, о которых ты упомянула, я хотел бы таким образом навести мостик к пьесе Еврипида Медея и к твоему образу. Что Медея, когда понимает, что ничто больше невозможно, ты помнишь Пазолини и Каллас, когда она в последний миг фильма, в последних кадрах кричит, что ничто больше невозможно, ничто не имеет смысла. И тогда фильм заканчивается, всё в огне. В это время мы понимаем, что она напрямую связана с миром демонов, потому что всё её колдовство, всё её зло, которое она выражает, возможно. И ей помогает и не только Бог Солнца, но, оказывается, ещё и силы, скажем, подземные. Каким образом ты воспринимаешь Медею? На сцене различных театров, в различных странах тебе удаётся создать этот образ. Кто для тебя Медея? Покинутая женщина, её пространство наполнено болью, убийца детей, колдунья, кто она? Или же всё вместе? Каким образом ты могла бы понять её суть? Потому что, прости, что пока ты думаешь, на сцене, и я был зрителем, и заметил, насколько сильное впечатление это производит на посетителей театра, твоё тело корчится от боли. И сила этой боли передаётся в зал, потому что некоторым людям становится плохо, я был свидетелем этого. То есть это сильнейшее влияние на такое психосоматическое состояние зрителя. Как сама ты трактуешь этот образ? Знаешь, эта трактовка, она меняется со временем, потому что, что мне нравится в моей профессии, это то, что на самом деле каждый вечер играю заново, всё. И каждый вечер – это исходная точка, и моя цель, она может быть разная. И то есть я всё время нахожусь в каком-то размышлении о образе. То есть это такая галерея образов, получается, каждый вечер? Да, не галерея, просто это двигается как бы медленно, потому что, чтобы мне самой было на то и театр-театр, и кино-кино, и разные искусства есть, которые застывают, и которые происходят только в сознании зрителя, а театр на то, и он эксклюзивный, что всё-таки-то каждый вечер зритель смотрит что-то другое. Но я не думаю о зрителе в тот момент, я думаю, конечно, о себе. И понятно, что этот образ для меня – это всё то, что ты назвал, но последние два вечера я как раз играл Мидею и задумывался над тем. У меня есть эти 10 или 15 минут перед спектаклем, когда зрители уже заходят, когда я уже на этом ринге нахожусь. И как-то, да, в последнее время мне больше и больше этот наш подест, на котором я сижу, который изначально мы задумывали как подест в музее, мне больше и больше. Он как-то напоминает ринг бокса, когда я жду своего противника и набираюсь силы и мотивации с ним разговаривать, с этим противником и бороться. Кто этот противник? Этот противник – это моя судьба в какой-то мере. И ещё о чём я вспоминала в последние вечера о том… То есть были много мыслей, понятно. Одна из мыслей была та, что мне вдруг… Я никогда особо не задумывалась о том, что… Ну да, что мне там задумывается. Это само собой для меня, что это история женщины. Потому что это… Это мне кажется крупнее, всё крупнее. Но я задумывалась в последние вечера о том, что это… Мидея, да, ну, это так образно и грубо, может быть, я выражаюсь, но что Мидея важно, чтобы её наконец-то услышали. То есть чтобы женщину услышали. И как ни страшно, что она должна убивать, чтобы её услышали наконец-то. Ведь один из центральных моментов этой пьесы – это спор или очень эмоциональный разговор Мидея и Есона, где в какой-то степени создаются образы античного мужчины и образы античной женщины. Потому что Мидея нередко упоминает то, что её действительно не слышат и неизвестно, например, её страдания при рождении детей. Что она готова была бы пойти, может быть, воевать, чем снова родить, произвести на свет ребёнка. И таким образом ты трактуешь убийство детей страшнейшее преступление, как крик женщины, которую не слышит не только мужчина, но не слышит и общество. Потому что этот сюжет постепенно исчезал, вернее, не сам сюжет, а именно как раз фактор убийства детей исчезал со сцены, например, в конце XVIII века, в начале XIX века. Это как бы было неприлично, ибо женщина, входя в образ, скажем, или в пространство бюргерской жизни, такого бидермейера, она должна была как бы быть, прежде всего, идеальной матерью. И убийство детей – это страшнейшее преступление для матери, для женщины. А ты трактуешь это как крик? Убийство детей – это… Между прочим, мои студенты, прости, что прерву, когда мы работаем над этой пьесой в одном курсе, студенты проанализировали статистику, и до сих пор достаточно большое количество детей погибает от рук матери, особенно в Канаде, в Соединенных Штатах и в некоторых других европейских странах. Так что матери до сих пор продолжают, увы, преступления Мэдэи. И нередко это как раз мотивация отомстить, причинить максимальную боль спутнику жизни и так далее, и в то же время отобрать жизнь у тех, кому ты когда-то даровал эту жизнь. Видишь ли, для меня там нет одного очень простого ответа, потому что из-за одной мотивации… Да, я просто не способна убить. Мне надо… У меня там много мыслей. И всё-таки одна из центральных мыслей, которая может быть эгоистична, и, может быть, и упрощённая… Нет, это не упрощённая. Я бы поспорила. Просто то, что эти дети – это наше общее прошлое с Ясуном. И что я, чтобы остаться живой, и чтобы пойти дальше, я должна отрубить эти ноги у себя, то есть чтобы вообще выжить. Убить своё прошлое. Да. Я должна отрубить просто своё прошлое и вместе с этим убить будущее Ясона. Потому что эти дети – они всё-таки маленькие Ясон. Это ещё… Он как трёхголавая змея надо мной. Там есть такая мизансцена, когда дети сидят на Ясоне. Я поднимаю голову и понимаю, что у меня нет выбора просто, что я должна их убить. Потому что они дальше будут производить то же самое несчастье, которое вообще происходит от мужчин и вообще от человека смертного. От Ясона, который подвластен всем этим… Страстям. Страстям и кардинами. Кардинами. Искушением. Искушением. Он не может этим противостоять. И они как бы… Они действительно… Ну, то есть это род Ясона, эти дети. Мы останемся на мгновение ещё в античном театре. Параллельно с различными сюжетами у античного театра была и общественно-политическая функция или роль. Например, её исполнял нередко хор, который комментировал, допустим, правителя, его поступки, какие-то его ошибки. И таким образом это был такой глаз народа и иногда даже оппозиция, то есть как бы неспособность, может быть, молчать. И это, по сути дела, свидетельство античной демократии. В современном мире, здесь у нас в Латвии, сейчас вот в этом году, в современности, какова роль театра? Есть у театра свой голос именно в политическом пространстве, по-твоему? Ну, латышский театр медленно ищет этот голос. И это, ну, как раз последний сезон. Во-первых, как мы видим, появляется этот театр, который говорит над социальной темой, над происторией нашу. И, например, «Недкарейбсберни» в русском театре, также «Озеро надежды», который пытается как-то… И есть театр, который просто уже напрямую говорит о политических вещах, как «Наши карклы» в Новом Рижском театре, «Вейксместаст», «Дерте и Дейла», также некоторый спектакль, который уже напрямую просто рефлектирует над тем, что происходит. И мне это кажется очень важной вещью. Я просто знаю… Я работала в прошлом году, например, в Литве и снималась. То есть у меня литовская режиссерша, у которой я снималась, она приезжала, смотрела «Озеро надежды», также «Медею», также еще кое-что. И она говорит, в Литве нет такого. В Литве театр никак не может зайти в эту социальную среду, как бы говорить о этих вещах. Он все равно… Театр, как бы, он остается искусством. Мне все-таки это кажется… Очень важно, что, во-первых, театр разный, и, во-вторых, то, что театр ищет этот язык, ищет этот голос свой какой-то, чтобы обществу говорить какие-то вещи… Ну, то есть мы, так называемая интеллигенция, или не только так называемая, мы говорим, что важно об этом рефлектировать, что мы не можем остаться где-то за стеной, уходить в свои подвалы, заниматься каким-то искусством, радиоискусства. То есть мы не можем спрятаться от того, что происходит на улице и соями. Что происходит на улице и что происходит в семье? То есть каковы те темы, которые тебе, как актрисе, важны, чтобы они прозвучали на сцене? Ты упомянула, что голос этот еще не обретен, что театр его ищет, и есть целый ряд политических тем. Каковы они? Могла бы ты их перечислить? Я не самый образованный, и я в таком смысле как раз женственна, что я как-то очень надеюсь, что все-таки этим и уверен, что этим должны заниматься профессионалы, соответствующие, но я рада... Среди политиков так мало профессионалов, ведь они часто идут туда совсем с другими целями и намерениями. То есть остается наше спасение театр, так же, как было в 19 веке, в советский период, когда театр говорил о том, о чем было запрещено говорить. Театр, по-моему, то, как я вижу и как не вижу, я бы хотела быть разумнее в этом отношении, но то, как я вижу эту роль и насколько мы можем это ее взять на себя, я думаю, все-таки так же, как в предыдущие века, искусство и театр, оно может быть этим, грубо выражаясь, шутом, который просто способен показать на какие-то, который может поймать на неправде. Все-таки актеры и художники, они в таком смысле, они немножко, как сказать, способны видеть больше. Ну, понимаешь, они видят неправду в таком смысле... Да, но шуту позволено сказать правду, ему за это ничего не будет, он как бы все-таки находится в рамках. Ну, да, и мы в таком смысле мы можем просто... Спровоцировать? Спровоцировать, и мы можем действительно... Разозлить? Да. Тоже необходимое... Да, разозлить. И что мы сделали, например, с карклами... Какова была реакция политиков? Происходит. Ну, я... Ну, мы видели, как Калмейерс, как наш генеральный прокурор, отреагировал, не видя спектакля, он сказал, что... Ну, это самая мудрая позиция. Не читал, не видел, но осуждает. Ну, это очень... Это просто классика жанра. Несомненно. Доктор Живаго. То есть, за это в Советском Союзе так людей просто убивали, зато не видя, но осуждаем. Да, так что это... Это тоже очень показательно. И это тоже очень хорошая, на самом деле, реакции. То есть, мы разоблачили в какой-то мере. Наш президент пришел на спектакль, у него было мнение. Ну, так что... Я думаю, что да. Я не уверена, что мы способны заняться каким-то анализом, и это не наше дело. Но мы можем нажать и показать на какие-то вещи, которые нам кажутся опасными. И дай Бог нам время от времени все-таки это делать. Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Сейчас мы на время прервемся на выпуск новостей и рекламу. Напомню, у нас в студии актриса Нового Рижского театра Гуна Зарине, и мы говорили о античном театре и об образе женщины, о Медее. И теперь постепенно приближаемся к современности. До встречи. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию. Напомню, у нас в гостях актриса Нового Рижского театра Гуна Зарине. Мы уже поговорили о целом ряде ролей. Хотел только еще раз спросить, перед тем, как мы отправимся в настоящее, говоря об образе Медея и как о таком источнике зла или гнева и боли, не хотелось ли тебе сыграть на сцене Леди Макбет еще одно воплощение женского начала, которое, скажем, подчинено мужскому восприятию, то есть такая демонизированная женщина. Денис, нет такого, что мне хочется злодеев играть. Такого совсем нет. То есть эстетика зла или сюжет из зла тебя не привлекает? Нет, мне было очень непросто на самом деле с Медея. Я очень... Мне было тяжело найти в себе эту злость и то, что единственное оправдание действительно этому ее огромные страдания, через которые я уже пришла и мои наблюдения над страданиями других людей. Так что... Но при этом, конечно, я не откажусь, если мне кто-то предложит сыграть Леди Макбет. То есть это было бы интересно, но это... Нет, это не цель. Во мне есть очень много злости, которую я хотела бы на сцене показать. Говоря о сцене и о театре, есть ли у театра миссия или задание? Например, Кирилл Серебренников на прошлой неделе в интервью «Медузе» сказал следующее. Театр не инструкция к чайнику, не путеводитель по жизни. И, по его мнению, театр помогает заглянуть самому человеку, зрителю, ну и, я полагаю, самому актеру, в такие страшные глубины человеческого существования. Ты упоминал уже о демонах, но говоря, допустим, о миссии, о функции театра, указать пальцем на что-то, разозлить, мы говорили об этом в первой части нашего эфира. Есть ли еще какие-то другие функции? А как насчет развлечения? Вот то, что, казалось бы, несоединимо с высоким искусством, но, по сути дела, театр Шекспира ведь был частью городского развлечения. И ставились там такие классические ныне пьесы, как Ромео Джульетта, Юлий Цезарь и так далее. И это был театр развлечений. До сих пор в театре Глоб в Лондоне это даже такое событие туристическое. И нередко люди перестают слушать самого Шекспира. Есть еще какие-то функции? Я уверен, что есть. И в таком смысле я бы, если продолжить Кирилла, то я бы хотел сказать, что не только страшной глубины человека заглянуть, можно и прекрасный человек заглянуть, и бесконечность человеческого сознания, и бесконечность разума человеческого, то есть мне кажется, что театры... В таком смысле я не очень специалист по театру чисто развлекающему. Развлекательному? Развлекательному. Я все-таки... Конечно, у нас же тоже мы играли спектакль, например, «Ревизор». Ну, то есть это уже зависит тогда от зрителя. Или он приходит на развлечения, также латышскую любовь можно смотреть как чистое развлечение, и, может быть, какой-то маньяк смотрит и «Мидею» как развлечение. Но для меня всегда интересно, понятно, независимо от жанра, мне все равно интересно говорить о чем-то общечеловеческом. и мне действительно кажется, что театр в какой-то мере искусство должно заниматься тем же, чем занимается наука, тем же, чем занимается философия и иногда даже религия. То есть это просто театр должен давать смысл людям, смысл жизни, показывать, что жизнь – это в ней есть какой-то... В ней есть смысл. И это... Даже тогда, когда так легко потерять смысл. Ведь современный мир настолько ускользающий от человека. Ничто нигде... И Серебренников как раз говорит об этом. ничто нигде не является постоянным, четким, известным. Все движется, все неясно, как пески. Да, но мне кажется, что театр должен говорить через это ускользяющее. Он должен говорить о вечном. И о том, что человек все равно... Это должно звучать гордо, даже если это не так. И потеряла я мысль, но ничего. Я хотел бы вернуться к еще одной цитате. На этот раз исследователь театра Ханс Лемон писал о том, что драматический театр, который, по его мнению, закончился где-то в 70-е годы 20-го века, пытался соединить, несмотря на всевозможные формы, изменения и превращения, соединить зал и сцену в рамках одной иллюзии. А что для тебя театр? Это иллюзия, в которую вовлекается зритель, а потом он покидает зал через несколько часов и снова как бы выпадает в реальность? Или что это? Это зависит от каждого спектакля. Например, «Озеро надежды». О котором я как раз хотел поговорить. Иллюзия – это мы показываем нашу… Мы показываем, как бы ставим зеркало перед зрителем. То есть вы все-таки соединяете сцену и зал? Я думаю, что да. Но при этом я сама помню несколько спектаклей, где я попал в какой-то прекрасный сон, из которого мне не хочется уйти. Ну, то есть я попал, я помню, был у Алвиса, Хермониса спектакль в Вене, Платонов. Да, я видел эту постановку. Я видел эту постановку. Это было настолько прекрасно, что я время от времени… Это журнал о русской усадьбе, который исчез вместе с революцией. И я время от времени, когда мне хочется где-то побывать в каком-то прекрасном месте, я просто сажусь в этот зал венский опять и смотрю просто на эту очаровательную картину, которая вся переливается, движется. Ну, просто это какое-то эстетическое желание. Да, это мое желание побыть немножко там, в другом мире, который никогда уже не вернется здесь. Да, я помню, эту постановку нашла, по-моему, пять часов. Но я нигде не слышал и не чувствовал среди зрителей усталости. Это действительно было ощущение проникновения в тот лирический, может быть, мир Бунина, который исчез навсегда. И никогда не вернется, потому что усадьбы эти сожжены, уничтожены. И говоря о соединении сцены и аудитории, зрителей, именно «Озеро надежд», которое я видел трижды с различной аудиторией. Сначала сам с друзьями, потом мы отправились туда с мамой, потом я еще повел несколько знакомых. Каждый раз я действительно видел, и ты абсолютно права, это каждый раз новая версия. Новая версия режиссера, но и актерские интерпретации. Первый раз, когда я был в театре и видел эту постановку, твой образ, образ надежды, это женщина в возрасте, русская, возможно, не гражданка, я не знаю деталей, но это не столь важно, но таких очень много в пространстве Риги. Жизнь их для большинства из нас неизвестна, неинтересна, они одиноки и так и проводят свою жизнь. Они люди из условно альтернативного прошлого, то есть, может быть, приехавшие сюда после Второй мировой войны, и мы знаем, что в политике они нередко являются этим другим. И получается, что благодаря твоим ролям в кино и твоим ролям в театре, ты как бы постоянно путешествуешь не только между пространствами эпох, но и пространствами памяти здесь, в Латвии, потому что твои роли в кино нередко связаны с темами сорокового года и оккупации, и депортации, а здесь ты играешь вот тот образ, который нередко в предвыборной кампании, допустим, национальное объединение является, ну вот, вот этикеткой, да, вот это вот русские, приехавшие сюда, но они сейчас все равно часть этого общества. Скажи, пожалуйста, как ты находила путь к такому, к этой надежде? Мне в какой-то момент показалось очень важно сказать нашему, громко звучит нашему обществу, то есть нашим и латышам, и русским, про то, что я знаю, что вы здесь, что я не собираюсь поворачиваться спиной к вам, то есть, что, ну, я бы как бы хотела дать руку просто этим людям, действительно. С другой стороны, Денис, кто вообще, кому нужен и интересен? Ты говоришь, что вот судьба этой женщины не интересна никому так же, и, я думаю, другие судьбы не очень интересуют, но... Я говорю скорее об общем процессе, не знаю, о равнодушии, может быть, потому что ведь во многом в публичном пространстве эти люди, ну, хорошо, не граждане, их можно использовать как политический капитал, но конкретно их истории, память, они настолько индивидуальны, что именно вот через призму твоей истории, потому что в спектакле ты рассказываешь, как ты начинала работать после института и так далее, и такие судьбы, их множество. Я, когда там был вместе с мамой, такое ощущение оказалось, что и режиссер, и актеры просто боевали у нас в гостях, взяли наш семейный альбом, прихватили еще несколько покрывал, одеял и всевозможных других предметов, и все это как бы показали на сцене. Как решить эту проблему разрозненного пространства? Что делать с альтернативной памятью, которая, ну, никак не может вписаться в трагедию латышского народа? То есть боль, одна боль за счет другой не имеет смысла, это тупик, это путь в никуда. Ну, видишь ли, про это мы и делали спектакль, и у нас нет ответа. Мне кажется, есть. Это любовь матери к сыну, который полон страхов, потому что, когда он склоняет голову перед тобой, как перед матерью, для меня это было не только, скажем, символ его любви к матери, и то, что она может простить и принять, и позаботиться. То есть вот это то общечеловеческое, о котором ты говорила. Но политика-то от этого гуманнее не становится, и неграждане опять будут использоваться в качестве какой-то этикетки. И их опять останется 200 тысяч с чем-то. И опять будут разрознены праздники, и пространство в городе, и этикетки, и прочее, и злоба. Каким-то образом, как ты считаешь, как мы могли бы решить этот вопрос? Очень тяжелый вопрос, потому что ответа на него нет. Я думаю, вот так, как мы вот с тобой сейчас сидим, ты русский, я латышка, я думаю, таким образом, как спектакль «Озер надежды», как «Медея», потому что, я не знаю, у меня нет ответа. Я просто, я, мой ответ – это мои спектакли, мои поступки, и это моя версия. Моя, да, это то, что я могу я сделать. Потому что я очень надеюсь, что найдется какой-нибудь, найдется люди, которые действительно… Потому что время идет, и мне все-таки кажется, что мы… Я очень надеюсь, что мы вместе… Мы когда-нибудь все-таки станем единым, единым обществом, и что эта граница не будет… Эта щель между нами, она станет меньше и меньше. Я наивная, может быть. В связи с этим, еще один вопрос, который нередко используется в политических темах, речь идет о том, что латышский язык и латышская культура находятся под угрозой. Это один из аргументов, допустим, национально ориентированных или консервативных политиков. Скажи, пожалуйста, ты ощущаешь эту угрозу латышской культуре и латышскому культурному пространству? Есть какие-то знаки, свидетельства того, что это действительно так, или же это можно воспринимать как политически очень уютную, удобную фразу, на которой потом можно дальше создавать политическую репутацию, свой образ перед предвыборной кампанией, особенно мы сейчас находимся в предвыборной кампании. Угрозу эту ты ощущаешь? Знаешь, мне кажется, что я должна сама охранять свое национальное пространство. Я сама должна работать в этой культуре, и таким образом я сделаю ее сильнее, и я должна говорить на хорошем латышском языке со своей аудиторией, и я должна быть открыта к другим культурам. То есть я не верю в такой национальной, такой сепаратизму какому-то. Я не верю, что мы закроем все границы, и тем мы станем сильнее. Я думаю, что только считаясь настоящей ситуацией, в какой мы есть, реально сотрудничая с другими людьми, с другими культурами, только мы можем быть сильными. Таким образом, это все-таки открытая концепция латышской культуры, а не оберегающая свои границы изнутри, не открывающая ни двери, ни окна. Как ты относишься к проблематике беженцев? Уже долгий период как наше общество пугают пришельцами, но не пришельцами из других планет, а пришельцами из, условно говоря, других культурных пространств. Но это во многом люди, которые пострадали от войны и до сих пор от преследований продолжают страдать. Как тебе кажется, могут эти люди стать частью латвийского общества? Или же мы будем закрыты еще очень долго? Я думаю, что они должны стать частью нашей. Почему? Потому что я смотрю на эти вещи, может быть, упрощенные и так далее. Просто я была, прошлым летом я была в Австралии и встречалась там с латышескими беженцами, которые создают собой лучшую часть австралийской австралийской нации, которые спаслись там. И я не вижу другого способа, как нам жить в этом мире, так только помогая друг другу. И конечно, это все должно быть для этого. Есть у нас люди, которые этим должны профессионально заниматься и решать, как это сделать. Но я уверена, что Латвия должна быть открытой для разных. Мы не можем быть закрытой страной, закрытым обществом. Это никуда не везет. Не ведет. Мы видим уже, что к чему это сложно жить, если мы уже латыши с русскими не способны как бы с... Разве сложно? А может быть наоборот. Все очень просто, естественно, понятно, уютно. Мы уже как бы смогли найти свои собственные ниши и не выходим из них. Вот 16 марта одни идут к одному памятнику, 9 мая повторяется то же самое у другого памятника. Знаешь, наверное, мы могли так спокойно жить, если рядом не было бы России. Я так предполагаю. Может быть, мы и так могли через, я не знаю, 100 лет, 200, это как-то все перемешалось бы. Как-то мы так все... Смогли бы решить. Да. Не надо было бы решать. А вот сейчас все-таки, мне кажется, это такой немножко вопрос. Я не политик, но это все-таки вопрос понимаешь, чего? Политической воли. Воли и это вопрос дрожи и все-таки. Безопасность. Безопасность, да. В таком случае рядом с безопасностью возникает часто тема свободы. Скажи, пожалуйста, как ты оценивала бы культуру свободы здесь в Латвии? Потому что часть твоей жизни ранней биографии прошла еще в советский период. Это был период запретов и в культурной политике, от которого страдали очень многие представители интеллигенции. Тебе не кажется, что сейчас качество свободы как-то ухудшается, если мы говорим об угрозе? Может быть, здесь тоже стоит поговорить о том, насколько защищена и свобода. Тебе не кажется, что мы где-то начинаем сдавать позиции свободного общества, скажем, в нашем желании обрести безопасность? Вообще, безопасность, ведь она во многом очень эфемерна. Ну, разве можно достигнуть безопасности, особенно за счет свободы? Как насчет, например, критики государства? Некоторые политики и представители госуправления призывают нас несколько охладить свой пыл и менее критиковать латвийское государство, ибо это не патриотично. А ведь на самом деле следующим претендентом сможет стать театр, если он продолжит критику. Ведь театр это тоже такой интересный индикатор, насколько свободен он в свободном обществе. Ну, Денис, ты меня затягиваешь, какие-то темы, в которых я с... Хорошо, но свобода ведь это необходимое пространство для тебя, как для актрисы, для твоих коллег-режиссеров. О чем, может быть, молчит латвийский театр? Хорошо, мы можем идти немножко в сторону, но оставаясь вблизи этого вопроса о свободе, в какой степени мы, скажем, мы как общество свободны, по твоему мнению? Понимаешь, мне кажется, что свобода это что-то очень-очень релативное, релативное, да, условное, да. Особенно для... Я, конечно, не страдала в Советском Союзе, я была ребенком и вообще не поддавалась никаким правилам, увы, нет. То есть, ты была свободна? Я была свободна. Я была свободна плохо учиться, плохо вести себя, да, то есть, пусть простит меня родители и близкие, но и так же я продолжаю, но, наверное, где-то глубоко-глубоко внутри какой-то страх, он все-таки присутствует. Страх перед чем? Страх, страх, Страх. Страх. Может быть, это все-таки не советский страх, это страх просто сделать очень неприятно окружающим. Но, знаешь, я часто встречалась, не часто, но у меня есть такие несколько в жизни случаев, когда человек мне утверждает, что он очень свободный и ничего не боится, и я ему верю, а потом оказывается, что это совершенно что-то другое значило. То есть, человек не всегда свободен только тем, что он хочет таким быть. там все намного сложнее, но я, Денис, я не чувствую пока, что меня и моих коллег как-то ограничивали. В других областях, в средствах массовой информации, какие-то другие темы? Ну да, мы знаем, например, в случае с Оперой и с Эдим Тайвеном, что там понятно, что какие-то движения происходят, особенно, что относятся к медиам, но в искусстве я все-таки думаю, это такой вопрос каждого художника отдельности, насколько он дальнозорко смотрит там насчет своих денежных истоков. Может быть, другая форма несвободы, финансовая зависимость, зависимость от успешности театра, как коммерческая Это я все-таки больше вижу в России, чем у нас как-то театр все-таки, не знаю, может быть, это в нашем театре такое ощущение, что мы свободны. Может быть, это тоже иллюзорно совсем ощущение. Я думаю, что зрители это осознают, потому что добыть у вас билеты на представление это как в старые советские времена. Нужны знакомства, нужны длинные очереди, с утра их нужно занимать, или интернет иногда не работает. Таким образом, мне кажется, интенсивность вашего репетуара помогает создавать вот это напряжение, которое важно также и зрителю. Большое спасибо тебе за твое время, за разговор, за темы, о которых мы поговорили. Напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня в гостях у нас была Гуна Зариня, актриса Нового Рижского театра. Большое спасибо за то, что слушали. И напомню, что следующая наша программа в эфир выйдет в конце апреля. Мы поговорим о политике интеграции государства Израиль, тоже очень актуальная тема. Желаю вам доброго вечера. Еще раз, Гуна, большое спасибо за твое время и до свидания. До свидания.